Мосты, дорогие друзья, сегодня хочу начать с вами раздел, курс, главу, как хотите называйте, о чистке, чистке нашего организма и физического, и ментального, и эмоционального, ну и кто готов, можно пойти выше. И начнем мы с самого базового, как бы это ни казалось странным. Это первое, чему нужно научиться для того, чтобы начать чистку, это вовремя вставать, просыпаться, вовремя ложиться спать. Например, в системах, шрамах Индии, когда туда приходит человек, первое, с чего начинает, это дисциплина, то есть режим сна, питание. Ну и какого питания, ну это уже следующий шаг. Но мы с вами начнем с азов. Почему так важно просыпаться и ложиться спать вовремя? Уверена, что многие из вас об этом слышали, знают. Кто-то даже это делает, кто-то пытается делать, не всегда получается. Я, например, тоже не сразу к этому пришла и не принимала. Для того, чтобы понять это, принять и начать практиковать, да, это тоже практика, нужно осознать и, ну так сказать, переварить. Если мы не понимаем и думаем, ну, все это ерунда, зачем мне это нужно? Поэтому важно понять, для чего нам нужно просыпаться вовремя. И дальше я хочу с вами поделиться небольшими картинками из науки аюрведы диаграммами, часы, работы, природы и наших внутренних органов. Итак, смотрите и слушайте меня. Посмотрите на эту диаграмму, пожалуйста. Здесь отражены часы дня, 24 часа дня, а также сезоны и месяцы, которым соответствует определенная аюрведическая доша. Мы сегодня с вами будем фокусироваться только на часах. Если вы посмотрите внимательно, вот внизу, да, где цифра 6, с 6 до 10 написано кафа, это написано на английском, как вы видите, с 10 до 2 пита доша и с 2 до 6 вата доша. Это время соответствует как дневным часам, утренним, так и ночным. Например, с 6 до 10 утра доша как привилегирует, но и с 6 до 10 вечера тоже самое. Итак, почему нам нужно научиться вставать хотя бы в 6 часов утра? Давайте разберемся. С 2 до 6 у нас привилегирует доша вата. Доша вата – это воздух, стихия воздуха, ну и эфира, конечно. И в это время привилегирует гуна саттва. Саттва – это чистейшее гуна, гуна знания, гуна благодействия. То есть, если мы с вами просыпаемся позже 6 утра, то начинает действовать и другая доша, и другая гуна. И наш день будет начинаться, соответственно, из другого настроения и с другой энергии. То есть, если вы просыпаетесь позже 6 утра, вы более ленивые, вам не так все интересно в жизни. Вообще, человек, которому не интересно рано просыпаться, но по большому счету у него просто нет цели в жизни. И далее я хочу с вами поделиться временами работы наших внутренних органов. Далее посмотрите на следующую диаграмму. Здесь времена дня, время дня, и написаны наши внутренние органы, названия. Итак, посмотрите, время с 5 до 7 утра. 5 а.м. 7 а.м. Это время работы толстого кишечника. Если вы просыпаетесь, опять же, позже этого времени, то у людей проблемы начинаются со стулом, с опорожнением. Ну, запоры, грубо говоря. У определенного органа есть определенное время работы. Поэтому, если мы помогаем нашему физическому телу, наше физическое тело отвечает нам взаимностью. А это здоровье и молодость. Ну вот мы небольшие знания получили, основные, базовые. И теперь, поняв и приняв это, уже будет легче просыпаться. И теперь я вам расскажу о практике, которую вы можете делать, если есть желание, чтобы помочь себе проснуться вовремя. Например, я, когда ставлю будильник, у меня, например, будильник всегда стоит на телефоне. Но я никогда его не слышу вообще. Он просто стоит и стоит. То есть я не могу проснуться по будильнику. И когда я, например, мой тип тела, врожденная моя конституция, арведическая доша моя, ведущая, главное, это кафа. Кафа, как я вам уже рассказала, это доша, где привилегирует земля и вода. То есть это тяжелые такие самые элементы, которые земля, да, ее сдвинуть в гора, невозможно. И присущий этому элементу качество, это поспать побольше, да, то есть лень. То есть если не работать над этим, это будет работать над тебя, но в негативном образе. И как я научилась вставать рано, это меня научил мой муж, который тоже преподаватель, учитель из поколения в поколение, знания Индии по медитации и йоге. Так вот, что мы делаем, что я рассказываю и даю какую практику и моим студентам тоже. Перед тем, как вы ложитесь спать, когда уже все процедуры сделаны, зубы почищены, вы умылись, все там закрыто, больше не надо подскакивать и бегать, все, вы уже знаете, что вы готовы лечь и уснуть. Прежде чем лечь и уснуть, когда вы легли в удобную позу, закрыли глаза, скажите вслух, в голос себе. Например, меня зовут Маша, да, я говорю так, Маша завтра проснется, ну, к примеру, в 6 утра, ну, или любое время, в которое вы хотите проснуться. Именно нужно назвать свое имя, именно вслух, и именно то время, в которое вы хотите проснуться. Маша завтра проснется в 6 утра и ложитесь спать. И это будет работать намного лучше, чем любые будильники, даже те, которые вставят ведро. Порой мы их тоже можем не слышать, если очень-очень глубоко спим. И даже не в этом суть, в суть, что мы не хотим просыпаться. Когда вы скажете себе это, в первую очередь вы уже знаете, почему, вы уже это приняли, и вы, поэтому я вам рассказала перед этим, и вы хотите это сделать вот из сердца, и вы это говорите себе перед сном, и вы увидите, вы проснетесь. Если вы хотите научиться вставать раньше и раньше, ну, например, в 6 утра это для вас, ну, люди, живущие в городах, для них это что-то сверхъестественное. Ну, например, вы встаете в 9, и для вас это очень рано, так, и вы хотите научиться вставать раньше. Начните двигаться каждый день по 5-10 минут, да, например, вы в 9 встаете, 8.50, без 10 идей, да. Маша проснется завтра 8.50, ну, или как вас зовут, уговорите себе. Следующий день еще подвиньтесь на 5-10 минут, настолько, насколько вам удобно. И так доходите до того времени, которое будет благотворным влиять на ваше здоровье, и будет очищать не только физическое тело, да, но и ментальное. И вы почувствуете, когда вы проснетесь, что, увы, отдохнули, то есть это будет качественный сон, который вам дает энергию, заряжает вас. Ну, вот на этом и все. И все, на сегодня, я думаю, этого более чем достаточно, это первый шаг. На самом деле их еще очень-очень-очень много, как из точки зрения физической, так и с точки зрения ментальной, эмоциональной, как и физические практики, так и практики дыхания и медитации. В общем, волшебство в ваших руках. Ну, я вам желаю здоровья. Появились вопросы, пишите. Встретимся, обязательно встретимся. Харил.